Дети не знали, что такое чипсы, шоколад, зубная паста, модные кроссовки, телефоны и планшеты. Они мечтали только о кусочке хлеба и о мире. Кусочек хлеба или сахара дети постарше зарабатывали для себя и ребят помладше. Чтобы братишки и сестренки не умерли с голоду, они отстаивали восьмичасовую смену за станком. Чтобы дотянуться до резца, подставляли стульчик. Дети помогали и в больницах отстирывать бинты от крови и сматывать их в тугие рулоны. Получалось это у них довольно ловко. Одежду раненых нужно было также тщательно отстирывать от пятен крови и подвергать обеззараживанию. Тонны белья прошли через руки подростков. Ветераны умирают все больше и больше, их остается все меньше и меньше. И, соответственно, сейчас мы можем узнавать только из каких-то таких программ, когда дети своими устами рассказывают своим же сверстникам о войне. То есть не взрослые дяди и тети, да, там опять рассказывают им, как это было 78 лет назад, а дети сами говорят, слушай, а ты представляешь, вот 125 граммов хлеба, попробуй проживи сегодня на ней, вот только хлеб и вода, сможешь? На съемках сцены о блокадном Ленинграде дети узнали, что едой считались такие вещи, которые меньше всего на нее похожи, например, клей для мебели. Чтобы быть в теме, начинающим актерам пришлось прочесть десятки, если не сотни писем детей, написанных во время войны. Мальчишки и девчонки, большинства из которых нет в живых, писали о голоде, холоде, потере родных, о том, как поджигали немецкие склады с оружием и продовольствием, и о том, как жили на фашистской каторге. Не хочу больше мучиться рабыней у проклятых, жестоких немцев, не давших мне жить. Завещаю, папа, отомсти за маму и за меня. Прощай, добрый папенька, ухожу умирать. Твоя доча Катя Сусанина. Не обошлось без экшн-сцен. В лесу дети сидели в засаде, собирали гильзы, бежали с троем. И вместе с ними мчался, кружил и проваливался по пояс в снег наш оператор Денис Зонов. Создать эффект присутствия, особенно в сцене побега от немцев, было его главной задачей. При всем при этом ни разу не пожаловался на условия. И даже получил удовольствие от работы с коллегами по съемочной площадке. Дети очень были проникнуты этой темой настолько, что даже не так много дублировали. То есть, если даже они где-то забывали тексты, где-то это все сглаживалось, потому что они проникнулись, они настроились, то ли Юля их настроила. И вот именно на площадке в лесу было удобно работать, потому что приехал Тимур, Юлин муж. Я так думал, он был организатором, я так подумал, сейчас приедет, привезет, оставит нас и будет ныть. Ребята, ну когда вы уже закончите, ну хватит уже издеваться. Я ощущал себя на площадке, как будто мне только нужно было, как будто я в федеральном работаю, мне только включи, запиши и все. Потому что Тимур старался, как дети должны бежать, они там все вместе придумали, как что делать. За съемочные дни дети, безусловно, гораздо больше узнали о войне, чем успели рассказать. Чтобы согреться, они топили печки. В них сжигали книжки, стулья, ботинки и старые рваные вещи. Закончили съемки минутой молчания на мемориале славы. Цветы, которые они принесли, это знак их памяти и глубочайшей благодарности всем тем, кто боролся за нашу родину и погиб за нее. Сегодня мы снимали «У вечного огня», там тоже финальную сцену, когда дети должны были возлагать цветы к мемориальной доске. Ну, сложно, потому что пока детям не объяснишь, что это вообще за вечный огонь, что сейчас за мероприятие происходит, они, конечно, хихоньки да хахоньки, но мы должны это делать. То есть, неважно, мы должны это объяснять. Проект «Война глазами детей» увидят свет 9 мая на канале Сургу-24. Екатерина Любешева, Вячеслав Шаркунов, Гамзат Магомедов. Специально для телевизионного обзора новостей.